Эта мусорная урна открывается сама, когда человек подходит поближе и даже разговаривает, говорит вежливое спасибо за то, что точно бросили мусор. Изобретение принадлежит восьмикласснице Асеми Ашербековой. Особенность этой урны – она разговаривает, предупреждает и сама открывается и закрывается. Это для людей хорошо и учит детей тоже бросать мусор в урну. Девочка мечтает, чтобы Кыргызстан стал самой чистой страной в мире. Механизм открытия и закрытия своей умной урны она придумала сама. А идею научить ее говорить подкинул учитель информатики. Асема сама придумала умную урну. Когда она показывала ее, она только открывалась и закрывалась, а я добавил идею, чтобы она разговаривала. Мысль пришла по аналогии с умными урнами, которые используют на выборах. 14-летняя девочка с детства интересовалась технологиями и хорошо разбирается в компьютерах. На то, чтобы сделать умную урну, у нее ушла всего неделя. Асема мечтает, чтобы в будущем такие урны были размещены во всех городах Кыргызстана. Устройство работает на солнечных батареях. Мы использовали всего несколько комплектующих – датчик, аккумулятор, ну и собственно саму урну. Делали ее в течение недели. А этот подросток реализовал идею получения кислорода из воды. Его изобретение можно использовать в домашних условиях. Необходимо лишь подключение к электричеству. Из простой воды с помощью ваты вода испаряется, потом направленно поступает в отверстие. Происходит реакция, оттуда выходит сухой кислород. В настоящее время загрязнение воздуха является одной из самых глобальных проблем в мире, говорит подросток. Это один из основных факторов, влияющих на здоровье человека. Поэтому идею Эльди Яра восприняли на ура и преподаватели. Я думаю, что у идеи Эльди Яра есть будущее, потому что сейчас сильно загрязняют воздух. Помимо посадок деревьев и различных растений, мы тоже хотим сделать свой вклад в очистку, придумав и воплотив такое изобретение. Сегодня юные изобретатели переживают о чистоте Кыргызстана и мечтают видеть его одной из самых развитых стран мира.